Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Дорога в 169 населенных пунктах Ванха, Карибетлис и Муш заблокирована. Неудобства, связанные с въездом в Арцах, будут временными. МИД Арцаха. Новое землетрясение в 12 километрах к юго-востоку от Еревана. Нынешняя ситуация в нашем регионе является следствием применения силы. Азербайджаном при прямом участии Турции министра иностранных дел Республики Армения. Трехсторонняя встреча по Сирии продолжается в Сочи. Берега озера Ван в Западной Армении очищены от тонны мусора. Опубликован двухтонный сборник статей окопа Папазяна. 169 населенных пунктов были заблокированы из-за сильного снегопада в провинциях Ван, Хакари и Багеш-Муш. Согласно заявлению мэрии Ивана, из-за неблагоприятных погодных условий были полностью сблокированы дороги в 142 населенных пунктах Башкале, Чалдеран, Гюрпнар. Власти приступили к уборке снега. Из-за сильного снегопада в центре города у водителей возникли трудности. По сообщению синоптиков, осадки продолжаются. Неудобства, связанные с въездом в Арцах, будут временными, что также подтверждается командованием российских миротворческих сил. Об этом заявил начальник управления информацией общественных связей Министерства иностранных дел Республики Арцах Артак Нарсисян. В последнее время трудности с въездом в Республику Арцах граждан разных зарубежных стран обусловлены настоятельной необходимостью повышения уровня безопасности в зоне Азербайджана-Карабахского конфликта. Система безопасности доступа внедряется совместно с российскими миротворческими силами. Что касается вопроса разрешения доступа, то процедура ясна и не менялась. Иностранцы заранее обращаются за разрешением на въезд на территорию Республики Арцах и получают визы в постоянном представительстве Республики Арцах в Ереване. Информация о заявках на въезд также передается российским миротворческим силам, отметил Нарсисян. Утром 17 февраля недалеко от Еревана зарегистрировано слабое землетрясение «Авторшок». Как сообщает пресс-служба сейсмической защиты МЧС Республики Армения, эпицентр землетрясения магнитудой в 2 балла находится в 12 километрах к юго-востоку от столицы. Гипотцентр залегал на глубине 10 километров. В Ереване и Арташаде землетрясение ощущалось силой в 2 балла по МСК-64. Глава МИД Армении Раев Азиан на встрече с делегацией во главе с госминистром по делам европейского соседства и Америки МИД Великобритании Венди Мортон выразил убеждение, что этот визит – хорошая возможность для рассмотрения двусторонней повестки сотрудничества и очерчивания совместных шагов по ее обогащению. Об этом Арм.Инфо сообщили в пресс-службе МИДа Армении. Собеседники обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, выделив в качестве приоритетных направлений информационные технологии и творческое образование, возобновляемые источники энергии и туризм. В ходе встречи были затронуты также вопросы региональной безопасности и стабильности. Нынешняя ситуация в нашем регионе является результатом применения силы Азербайджана при прямом участии Турции. Как вы правильно отметили в своем выступлении в Палате общин 8 ноября, это нельзя считать решением конфликта. Только политическое урегулирование путем переговоров, которое уважает права всех, прокладывает путь к устранению причин и последствий войны, может принести стабильность, длительный мир и, наконец, примирение в регионе Южного Кавказа. В основе урегулирования Карабахского конфликта лежит право народа Арцаха на самоопределение. Попытка Азербайджана насильственно подавить право на самоопределение, сопровождаемое военными преступлениями, является не только нарушением прав человека, но и серьезной постоянной угрозой региональной безопасности, отметил Айвазян в этой связи. В Сочи началась встреча делегаций гарантов астанинского процесса по Сирии. Россия, Ирана и Турции сообщили корреспонденты РИА Новости. Международные консультации продлятся два дня. Помимо делегаций стран-гарантов, а в переговорах примут участие представители международных организаций, в том числе ООН и МКК, а также делегации сирийского правительства и оппозиции. Как сообщил спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев, на повестке дня будут вопросы политического урегулирования, борьбы с терроризмом, возвращения беженцев, поиска пропавших лиц и экономической ситуации в Сирии. Переговоры по урегулированию ситуации в Сирийской Арабской Республике в астанинском формате проходят с 2017 года. Мусор, скопившийся на берегу озера Ван, был убран усилиями группы уборщиков муниципалитета Артамет провинции Ван Западной Армении. Волонтеры начали процесс уборки мусора с пляжа, привлекая внимание общественности на загрязнение окружающей среды. Мэр Артамета заявил, что своим мероприятием они хотят привлечь внимание к загрязнению окружающей среды, отметив, будем продолжать уборку под лозунгом «Чистый Артамет». Сегодня мы старались сделать это при активном участии партнеров. Я призываю всех, кто любит пляж Артамет и прекрасное озеро Ван присоединиться к нам. Наша окружающая среда – это наш естественный дом, давайте защищать его. Чистая окружающая среда – лучшее наследие, которое мы можем передать будущим поколениям. Матана Дарана опубликовала сборник статей доктора исторических наук профессора Акупа Папазяна. В первый том вошли труды известного ученого с 1953 по 1972 годы. Во втором томе опубликованы статьи, посвященные разным областям археологии и арминоведения с периода 1973 по 1994 годы. В отдельных подразделах, помимо опубликованных исследований, также представлены научные обзоры и публицистические материалы. Составитель сборника доктора исторических наук Кристина Костикян. Редактор доктора исторических наук Ван Тергивундян. Сборник предназначен для арминобедов, а также ученых-арабологов, тюркологов, а также для читателей, интересующихся проблемами истории постнесредневековой Армении. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль Маркарит Нэш. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!